В неделе мы читаем главу Тецаве. Тецаве – это глава, которая всегда попадает к седьмому Адара. То есть сейчас начинается день седьмой Адара, день, когда родился и день, когда умер Мошер Абейну. И в этой главе нет его имени. Единственное, из глав книги Шмот, в которой нет имени Мошер Абейну. Вообще имя Мошер Абейну пишут Мошер Абейну с Юдом. Потому что Мошер Абейну составляет по гематрии численное значение 613. 613 заброди, которое он нам дал. Наверное, был самый великий человек в истории человечества. В этот день есть люди, которые постятся. Обычно это делают в праведнике седьмого Адара, второго. Второго Адара, но, как мы говорим, первый Адар имеет значение. То есть это день с рождения и смерти Мошер Абейну. И на это нам намекает то, что в этой, с того, что он ушел из этого мира, в этой главе, которая читается в эти дни, нет его имени. Есть еще одно мнение, почему в этой главе нет его имени. Потому что, когда евреи сделали золотого тельца, то сказал им, Всевышний сказал, что он уничтожит еврейский народ, сказал Моше, что тогда и меня сотрез твоей книги. Меня и сотрез твоей книги. Это означает, что, несмотря на то, что Всевышний не из тюрьмы Моше, но из одной главы и до того, что слова праведника не могут пройти даром, даже если он говорит, не дай Бог, что это плохое, слова его не проходят даром, поэтому к Мимаму Шер Абейну отсутствует в этой главе, в 20-й главе, это Цавэ, которая читается на этой неделе. Вообще, в основном, эта глава занимается одеждами Коэн Гадоли, одеждами Коаним, первосвященника, одеждами Коэнов, которые служили в храме, описанием этой одежды. Значит, одна из главных, можно сказать, что у Коэн Гадоли здесь был нагрудник, на котором было 12 камней, и также у него на чулок был такой золотой на булбу, на котором было написано «Кодэш Лашем» – «Святой Богу». Но давайте обо всем по порядку. Так начинается глава «И ты, заповедай сыновьям Израиля». Всевышний обращается к Муше, но, как я уже сказал, здесь не написано имя Мушер Абейну, потому что имя Мушер Абейну не должно присутствовать в этой главе, поэтому написано «И ты, заповедай сыновьям Израиля», то есть без имени Мушер. Говорится, что один раз пришел к Абе Исраиль Салантуру ученик и сказал ему «Ну все, я уже купил билет». Спросил его Абе Исраиль Салантуру, значит, куда ты купил билет в Германию, потому что там есть много реформистов и там много есть реформистских общин, и надо их всех вернуть к Шуе, надо всех их вернуть в плоны религии. Сказал ему ученик. Прямо сказать, что Абе Исраиль Салантер сам поехал в Германию в свое время приводить немецких евреев к раскаянию, к Чуе, потому что в Литве он сравнивал это, а в Литве, когда евреи уходили из Торы, это был момент, когда они уходили, а в Германии был уже, когда они ушли полностью. Он сравнивал Абе Исраиль Салантер, я слышал такое объяснение, что он сравнивал литовских евреев, которые уходили из Торы, с лошади, которая падает в пропасть, ее задержать невозможно. Но если она уже упала в пропасть, ее можно вытащить оттуда. Может быть, такое же сравнение можно сказать к нам, к советским евреям, что мы уже упали в так пропасть, что нас надо вытащить. И это легче, чем когда человек падает в эту пропасть. Легче вытащить того, кто упал уже, чем того, кто падает. Он сказал Абе Исраиль, видимо, этот ученик не был готов для этого, поэтому он сказал ему Абе Исраиль такую вещь. Он говорит, ты едешь в Германию, а о России ты подумал, ты уже закончил возвращать российских евреев к человеку, к раскаянию. Абе сказал он, ты вы правы, я меняю свой билет на Россию. Сказал ему Абе Исраиль, но перед тем, как ты едешь в Россию, с Польшей, ты уже закончил? Сказал, Абе, вы правы, я еду в Польшу. Подожди, сказал ему Абе Исраиль, перед тем, как ты едешь захватывать Польшу, какая ситуация в Радине, в своем городе, Белоруссии, что там все праведники, что с твоей семьей, что с тобой, ты себя исправил? Абе сказал ему, вы правы, значит, прежде всего я должен исправить себя. И так объяснял Абе Шапте Иудалевич Магид из Радине такой. Объяснял он так. Почему написано «Абе, так садель, ты садельный садель, ты прикажи с нами из вами, прежде всего украсть самого себя». И рассказывает еще такую хасидскую историю о том, что как-то Абе Зуси открыл окно и увидел, что мир плох. И решил он изменить этот мир. Но как сразу изменишь весь мир? Он решил, давай я начну со своей страны. Но как сразу изменишь всю страну? Я начну со своего города. Ну, как сразу изменив весь город? Ну, со своей семьи? Ну, как я сразу изменив всю свою семью, большая семья? Так он решил начать с себя. Точно так же говорил Абе Шапте Иудалевич, когда Всевышний обращается к Моше и говорит «Ве, а та, а ты, прежде всего, человек должен украсить самого себя, для того, чтобы быть примером для других, только потом заниматься исправлением других». Прежде всего, украсть самого себя, чтобы про тебя нельзя было сказать ничего плохого. И тогда ты только можешь заниматься тем, что ты будешь приближать других людей к Тории. Хотя в наше время, действительно, даже человек, который не украсил самого себя полностью, все равно он может заниматься приближением других людей к Тории, потому что некому это больше делать. В принципе, люди, которые могут влиять на других, конечно, они должны, прежде всего, думать о себе. Но не надо думать, что ты должен из себя сделать сады, как полного правильника, только тогда ты можешь заниматься исправлением других. Потому что сделать из себя полного правильника на это надо потратить всю жизнь, наверное, и все равно, может быть, не получится по концу. Но все-таки есть важная вещь, что прежде чем ты говоришь кому-то что-то, подумай, а сам ли ты в этом деле, так сказать, правильно себя ведешь или нет. и рассказывает, что как-то проводил в одном университете лекцию о вреде курения. И о том, он рассказывал о том, как это влияет на человека, как это вредно и как человеку опасно курить. Ну, значит, перед тем, как задать вопросы, он сказал, ну, а есть ли вопросы? Автоматически достал портсигар, достал сигарету и стал закуривать. Ну, понятно, что такой лектор, который ведет лекцию о курении, если он сам курит, понятно, к чему может привести его лекция, ни к чему хорошему. Гататет садеб на Исраиль. И ты прикажи сенавиам Израиля говорить Всевышнему Шерабейну. Известно Гемара Мигила. У нас скоро курим, значит, ну, у нас курим катан в этом месяце, он будет через неделю, шушан курим катан будет потом, это маленький курим, а на самом деле настоящий курим будет через месяц и семь дней. Написано в Гемаре Мигила. Гемара Мигила посвящена практически целиком, полностью празднику курим. Там написана такая вещь. Если тебе скажет человек, что он трудился и не достиг успеха, то не верь ему. Если тебе скажет человек, я не трудился и достиг успеха, то тоже не верь ему. И только если тебе скажет человек, что я трудился и достиг успеха, тогда верь ему. И заканчивает Гемара это выражение словами такими. И этого в отношении Торы. То есть в отношении Торы человек, если он только стургился и достиг успеха, тогда бери ему. Но в отношении, так говорит Геннадий, что это в отношении Торы. Но в отношении, например, торговли, в отношении парносы, в отношении дохода это не так. Что на самом деле парносы, она не зависит полностью от стараний человека. Человек может стараться весь день. Он может стараться весь день работать как осел. Но в итоге у него не будет такой большой парносы, большого заработка. А может человек не очень особенно трудится для своей парносы, для своего заработка. И может разбогатеть очень сильно. То есть может такое произойти, что в парносе в вопросах заработка у человека будет лоя гады, домоцаты. Что я не очень сильно трудился, тем не менее заработал. Как говорила жена одного моего друга, мудрость не в том чтобы много работать и много зарабатывает мудрость в том что в мало работайте много заработку так вот и ты прикажи сына грамм израиля так начинается эта глава и пусть они возьмут тебе самое чистое масло чтобы зажигать светильник чтобы зажигать минулу на самом деле самое чистое масло что имеется ввиду для зажигания миноры использовалась только самая чистое масло, масло, которое это имеется в виду оливковое масло, это масло, которое они не мололи, не перемалывали его, а масло, которое положили оливки, вот первые капли, которые выходят из оливок, это вот самое чистое масло, используя его для светильника. На самом деле оно должно быть почему? Потому что сказал Хатам Суфер, что это был такой великий мудрец в Венгрии, Хатам Суфер сказал так, что Менура, она символизирует мудрость, она символизирует мудрость Торы, а вот значит хлебные приношения, на которые можно было использовать уже помолотое масло, оно символизирует парнос, оно символизирует заработок. Так вот именно только для Менуры нужно было такое самое чистое масло, то есть когда ты учишь Тору, ты должен это делать всей душой, всем телом, как говорили, рассказывают про такового мудреца Рабиаба Шауля, что когда он заканчивал урок Тора, он был весь мокрый. Значит, Тора, она постигается только, если человек очень серьезно на ней трудится. Но если, но над парносой не надо особенно убиваться, здесь можно здесь можно сказать здесь, то есть на самом деле нужно, то есть нужно какое-то старание, нужно какие-то старания делать, чтобы добыть парносу, но при этом не надо сходить с ума, не надо очень сильно, очень много работать, потому что на самом деле это это помощь с небес, то есть над Торой человек должен трудиться, трудиться, трудиться и трудиться. Над парносой он может, так сказать, не особенно себя сводить с ума от этого. И говорит Гимара нам так, тот, который говорит каждый день три раза Псалом Ашрея Шве Бетеха Тунахсера, счастливый, который сидит в доме в твоем в городе, как говорится во время утренней молитвы и один раз во время дневной молитвы, то тот человек, который три раза в день это говорит, он Бен Аулам Аббах, он достигнет будущего мира. И что это все, на самом деле, что он только это говорит, и он достигнет будущего мира, понятно, что при отсутствии каких-то серьезных грехов. Говорит такой комментарий Пнеоша, тот, который говорит три раза эту молитву, Ашрея Шве Бетеха Тунахсера, на этой молитве есть такие слова, Путехет Ядеха Умазбеля Холь Хайра Цон. То есть, Путехет Ядеха Умазбеля Холь Хайра Цон, это значит, когда человек это говорит, он так, даже если у сапарских евреев такой минах, такой обычай, когда они это говорят, они так открывают руки, как будто бы сейчас с небес что-то упадет на них. Так вот, и насыщающий всякое живое. То есть, человек верит, что парносы на самом деле, что заработок приходит ему от Всевышнего. И тогда, если он будет так понимать, он не будет трудиться, как отсел над своей парносой, ему будет оставаться время и силы для того, чтобы учить Тору. Написано так. И сделаешь святые одежды для Арона, твоего брата, говорит Всевышний обращается к Моше, опять-таки, потому что здесь нет имени Моше, но это понятно, что Всевышний обращается к Моше, и сделаешь одежды святых для своего брата для почета и для славы, для уважения, для великолепия, для почета и для великолепия. То есть, Коэн Гадоль, который был, как сказать, главный, главный Коэн в храме, он должен был надевать специальные одежды, 8 одежд, которые были ему для почета и для великолепия. Интересно, что во всех абсолютно атрибутах Мишкана, передвижного храма, во всех атрибутах, во всех келимах, во всех сосудах, которые были в передвижном храме, или которые были в одеждах Коэн написано «Ве осито и сделаешь». То есть, в единственном числе. Единственная вещь в Мишкане, которая написана во множественном числе «Ве осу и сделают они», это был золотой аронокодыш, в котором хранились скрижали и сапартор. Потому что в Торе есть почему написано «изделают»? В Торе должен быть хелик, то есть, в каждом евреи есть своя доля в Торе. Поэтому там написано во множественном числе «И сделают». Здесь Всевышний обращается к Моше и говорит «И сделаешь». Почему нужна отдельная глава, которая нам рассказывает о том, что Моше должен был какие одежды должен был сделать Моше для Коэн Гадоли, для первосвященника? Ведь на самом деле этому посвящена целая глава одеждам Коэн Гадоли. Ведь главное на самом деле в храме это была служба Корбанова, это были жертвоприношения. И это было главное. Ведь Рамбан говорит, что на самом деле у всех жертвоприношений у них есть соб, у них есть тайна соба. но богодим одежда это только какая-то внешняя вещь. И все-таки одежду мудрецы называли лекавод. Тора называет ее лекавод. Сделаешь ему для почета и для великолепия. На самом деле Коэн Гадоли должен был одеваться особенно почетно, потому что он служил в храме. Но почему надо было так Торе подробно рассказывать об ее одеждах, если это не главное. Говорит нам Рамхаль так Рабихай Муши 20. Значит и от этих дел, которые ведут человека, он должен прийти в качество святости. то есть он не должен, человек не должен заходить в какую-то митцву и делать какое-то святое дело вдруг неожиданно. Тогда, когда он не готов к этому, когда он не может поразмыслить над тем, что он делает. Но он должен быть приготовиться к этому и тогда, если он одевает специальные одежды для этого, то тогда на самом деле это называется подготовка коинга доля к тому, чтобы он вел свою службу. То есть это касается не только коинга доля, это касается любого человека, любого ибрея, что когда человек хочет служить Богу полным сердцем, то он не должен делать это без подготовки, он должен готовиться к этому. Так говорил Раби Хайм Паладжи, он говорил, что тот, у кого одежда хорошая и красивая чистая и чистая при этом он носит грязный талит, его наказание очень далеко. То есть талит катан или талит гадоль, который у него, который человек носит, талит катан, который человек носит постоянно, если у него грязная, на самом деле одежда у него чистая, то его наказание большое. Отсюда получается, что человек может наказываться за митцву. Получается такая вещь, что если человек одевается хорошо, у него одегал стуки, у него есть красивая сорочка, но на талите его пятна, получается, что он этим не то, что он исполнит митцву, получается, что он за это получает наказание. Так говорит Раби Хайм Паладжи. То есть почему он получает за это наказание? Потому что когда человек оскорбляет митцву, когда человек неуважительно относится к митцвам, то митцву сама доступает прокурорам против него. Горе тому, к чей адвокат, то есть митцву не должны быть адвокатами нашими перед Всевышним, горе тому, к чей адвокат становится его прокурором. Значит, и точно так же Мишн Брура говорит, что человек, который говорит браху и при этом благословение, при этом он упоминает имя Бога, при этом он чем-то другим посторонним занимается, это относится к тому, что написано Двара Шем Биза, что он опозорит слово Бога. То есть, когда он разговаривает с Богом, он не должен его опозорить, он не должен заниматься чем-то посторонним. Точно так же говорит Каваха в Малахе, что если человек, например, благословляет его руки при этом грязные, то в принципе ему уготована смерть от небес за такое. То есть, если человек, например, грязными руками благословляет, то он тоже при этом нарушает тон. То есть, получается, что на самом деле миксы должны быть и время исполняться в Каводе, в почете, в славе, потому что человек не должен относиться к миксам как к чему-то постороннему, к чему-то неважному. Потому что давайте представим себе, что если бы человек занимался сейчас бриллиантами, он бы занимался рассматриванием бриллиантов. Представьте себе, что у него много бриллиантов, и он бы сейчас смотрел на эти бриллианты и разглядывал бы их. И понятно, что он бы держал это в особом пакете. И понятно, что он бы одевал особые перчатки. Но если так, почему человек позволяет себе касаться с оперторой? Разве это не больше, чем бриллианты? И еще, если человек опаздывает на молитву, он тоже поступает нехорошо. Бенешхай говорил, что если человек опаздывает на молитву, не теряет то, что он не отвечает «Амин», после кадыша, не отвечает «Бешими рабами» «Варахля уламу альмайн моя», то есть он не отвечает «Да будет имя благословенна Бога во веки веков», то Всевышний целый день на него сдвится, целый день на него гневается из-за того, что человек утром, например, опоздал на молитву и не ответил на браху. Человек бы не опоздал к врачу, человек бы не опоздал на самолет. Понятно, что человек не должен опаздывать и к Богу. Понятно, что даже жену он боится, и к жене он боится опоздать. Понятно, что к Богу он не должен опаздывать. Не говоря уже о том, что человек должен вовремя читать «Криат Шма» оттене до сейчас в наше время, когда написано про молитву «Криат Шма», что ее надо читать утром и вечером, ложась и вставая. Утром имеется в виду, когда люди встают, то есть сейчас примерно до 9 утра надо прочитывать молитву «Криат Шма» и не позже. Поэтому, на самом деле, подготовка к митцве, подготовка к митцве, она не менее важна, чем сама митцва. Ведь когда евреи вышли из Египта, Всевышний тоже не сразу даровал им то. Ведь на самом деле дарование только продолжалось на 3 часа. Но Всевышний их готовил 49 дней. Евреи шли до того, как получили Тору на горе Синай. У каждой митцве объясняет нам Зогар. Есть крыло страха, есть крыло любви. Если ты не делай, не исполняешь митцву в страхе перед Богом, то есть точно так же, как хирург, который оперирует сердце, если он не делает это в страхе и не будет осторожен, то, не дай Бог, может принести вред больному. Точно так же, как тот, кто точит бриллианты, у него должен быть максимальная осторожность, потому что иначе он может повредить бриллиант. Точно так же человек должен относиться к митцву, к тферину, к талиту, к тому, чтобы исполнять митцвы так, чтобы ему не было стыдно за них. описано в Торе и сделаешь ему такую шапку, у Коэнгадоли была такая шапка из шеши из такого материала и сделаешь ему пояс такой на теле. То есть Тора нам описывает одежды, которые были у Коэнгадоли, как я уже говорил. Значит, каждая из одежд Коэнгадоли должна была искупать за какие-то грехи евреев, потому что когда Коэнгадоль служил в храме в Йом-Кипур, то все грехи евреев искупались, то есть если евреи делали в шву, тем более, все грехи евреев искупались. И Симаном знаком этого было то, что красная, которую завязывали красную ленту, она становилась белой после службы в Йом-Кипур. То есть это было Симаном признаком того, что грехи евреев искуплены. И говорит Робейн Йонатан Бенузилель, который переводит Тору, что Мицнефет, что шапка, которая была у Коэнгадоля, она приходила искупить за Гасейруах, за грубость, за гордыню. И на самом деле гордыня это самая дурная из всех черт характера, которая может быть только у человека. Если в каждой из черт характера человек должен идти посередине, не быть особенно щедрым, если человек разбрасывает все свои деньги. Известно, что один из признаков психического здоровья человека, когда человек, например, свободен от митцвот, шоте, это называется, если говорить грубо, придурок. Человек, который свободен от заповеди, это человек, одна из признаков, это тот, который разбрасывает все свои деньги, который не умеет хранить деньги, он свободен от ныть свод, то есть человек не должен быть особенно скупым, но есть одно качество, говорят наши мудрецы, в которое человек должен идти до конца, бороться с гордыней, которая у него есть, рассказывают такую историю про Безусю из-за Наполи, Безуси из-за Наполи, Наполи такое местечко небольшое на Украине, моя дочь одна из моих дочерей там была, она рассказывала, что там и сегодня ездят на лошадях, и там деревня, полная деревня, так вот, в отличие, допустим, от Тумани, которая все-таки город, так вот, в Анаполе жил такой цады Безуси, и всю свою жизнь он удовольствовался малым, даже рассказывает про него такую историю, что у него был брат, Раби Элемеля Хайзлижинска, который был довольно богатый человек, в отличие от Раби Зуси, и как-то к нему пришел один человек и спросил его, Раби Элемеля Хайзлижинска, я не понимаю, написано в шелуха на руки, что человек должен исполнять, что человек должен за плохое благодарить Бога с таким же устремлением, с такой же каваной, с таким же чувством, как за хорошее, как это может быть? Казалому Раби Элемеля Хайзлижинска, смотри, я не могу тебе ответить на этот вопрос, вот Раби Зуси, мой брат, он, наверное, может тебе ответить на этот вопрос, и он послал его к Раби Зуси, Раби Зуси жил в Анаполе, в таком бараке, там практически даже тарелки у него были медные, залуженные. Говорится, что когда гость пришел к нему, то он увидел, как ему дали суп, так он увидел, что тарелка залужена, так рассматривал эту тарелку, и Раби Зуси ему говорит, написано, Лот Ахмад, я тебе ее дарю, написано, не желай ничего, чтобы менеджер другому, я тебе дарю эту тарелку. Так вот, Раби Зуси, он удовольствовал самому всю свою жизнь, но было время, когда ему надо было давать замуж дочку, без приданного, как известно, вначале они очень берут, так, поэтому он должен был дать дочке какое-то приданное. Кстати, в свое время у меня был один парень из Америки, который гостил Грузию, в Америке это особенно такая вещь, Америка это страна денег, которая очень важна, или ты имеешь деньги, или ты цадык, если ты не имеешь денег, и ты не цадык, если ты не имеешь денег, и не праведник ты, то ты вообще как бы не считаешься ни за что. И вот он рассказывал, что он из бедной семьи, и у него 12 детей, его сестра была очень важная, такая умная девушка и красивая, но никто даже с ней встречаться не хотел, из-за того, что у них не было приданного. И вот я так и говорил всем прямо, он был честный человек, он говорил, я ничего за нее не могу дать, у меня ничего нет. В итоге он пошел к Рэбе, к одному из Рабаним, тот ему сказал, не говори, что ты не можешь за нее ничего дать, скажи, что что-то может дать каждый человек, что-то за нее даешь. И тогда с ней встретились, и все-таки она вышла замуж, слава Богу. Так вот, Раби Зуси поехал к своему, к Батшим Тобу, по-моему, к своему учителю, чтобы он ему обещал дать деньги на приданное его дочери, и дал он ему 300 рублей, которые были для него как роса с небес, потому что он должен был это дать на приданное своей дочери. Когда он возвращался от своего раба, Раби Зуси, то по дороге он остановился в одном местечке, и вдруг он слышит в этом местечке, он слышит, что, с одной стороны, какая-то радость, какая-то музыка играет, с другой стороны, какие-то крики. И он узнал плачь, и он узнал, что происходит. Происходит вот что, что одна вдова хотела выдать замуж свою дочь за какого-то парня и обещала ему в приданное 300 рублей. А эти деньги украли в последний момент, в последние дни перед Хупа эти деньги кто-то украл. И вот у нее нет этих денег, и жених отказывается жениться, да, такой нехороший жених отказывается жениться, что ему не дают эти 300 рублей приданного, которые ему обещали. И прежде чем вы будете осуждать жениха, подумайте, что на самом деле, может быть, это были те деньги, на которые он собирался жить первые годы. Вот. Он не хочет жениться. Тогда, когда услышал это рабе Зуся, я услышал крики вдовы, я услышал как невеста в истерике, он сказал, окей, я нашел эти деньги. Понятно, что это были деньги, которые он не находил, которые он получил от своего раба на свадьбу своей дочери, на то, чтобы дать приданное своей дочери. Он сказал, я нашел эти деньги. Тогда этот вдова прибежала к нему и говорит к нему, ну, сколько ты нашел денег? Краби Зуся стал расспрашивать, как будто он хочет знать, какие были купюры и так далее. Она ему сказала. Краби Зуся пошел, обменял эти купюры, которые у него были, на те, которые сказала вдова. И он говорит, что все, я нашел эти деньги, и он дает вдове эти деньги. И при этом он вдруг говорит, хорошо, я даю тебе все 300 рублей, но 10% я хочу взять себе. 30 рублей. Как 10% хочешь взять себе? Когда это принято, где-то видно, чтобы евреи за шавата вайда, за то, чтобы вернуть пропажу, брали бы деньги. На самом деле такая вещь встречается в Израиле. Допустим, иногда бывает, что человек сейчас возвращается в такси. Так, и он, если это из компании таксистов, которые, если это из компании таксистов, которые ему известно, так он звонит, он звонит по телефону в эту компанию, которая такси. Говорит, что он забыл такую-то вещь. У меня бывало такое, я забывал телефон, я забывал там разные вещи в такси. Когда таксист приезжает, но обычно, когда тебе дают телефон таксиста, когда ты с ним разговариваешь, он говорит, что когда он будет в твоем районе, то он тебе это завезет. Иногда он берет деньги за то, что он, ну, деньги маленькие он берет, когда он проделал какую-то дорогу, чтобы он к тебе приехал. Там 10-15 шекер иногда не берет. Так вот, еще одна причина, почему стоит ехать в еврейских такси, чтобы тебя вернули, чтобы ты знал, если ты забыл что-то, чтобы тебя вернули. Так вот, он говорит, я хочу 10%. Ну, сказал, давай, нет. Я тебе не дам эти 10%. Давай пойдем к Краву, как Крав решит, так и будем делать. Когда пошли к Краву, Крав сказал, где-то принято, чтобы человек за мидс убрал деньги, 10% нигде это не принято. Давай быстро все 300 рублей этой вдове, раз ты нашел. Действительно, Раби Зуси отдал все эти 300 рублей этой вдове, поехал дальше домой, приехал домой. Тогда его рабу сообщили, что вот, смотри, какие у тебя ученики. Они за то, чтобы вернуть пропажу, 300 рублей. Он нашел эти 300 рублей, ему сказали Баршинтову. Он нашел эти 300 рублей, и он хочет с них, чтобы ему дали процент. Посмотри, какие у тебя ученики. И когда Баршинтов позвал Раби Зуси, он его спросил, скажи, зачем ты это сделал? Я понимаю, что ты увидел, что есть вдова, которая страдает, которая плохо, и ты решил эти 300 рублей отдать ей. Но зачем ты попросил награду за свои труды? Почему ты попросил? Сказал ему тогда Раби Зуси так, что когда я решил вернуть эти 300 рублей вдове, то мое злое побуждение стало мне говорить. Раби Зуси, какой ты цадык, какой ты праведник, какой ты гадурадор, какой ты глава поколения, какой ты важный человек. Тогда я сказал своему Яцарарар, тогда я сказал своему злому побуждению, вот я сейчас тебе покажу, ты увидишь, какой ты цадык. Тогда я стал просить деньги за труды. То есть он хотел таким образом победить свою гордыню. потому что на самом деле человек прождет и после митсвы. Человек делает митсву, к нему приходит и говорит в свое побуждение, посмотри, какой ты сделал митсву, ты глава поколения, ты самый важный человек, такие митсвы никто не делает. И это очень опасная вещь, потому что гордыня очень опасная вещь. Из-за этого Раби Зуси, он решил таким образом победить свою гордыню. Но когда Раб услышал, то понятно, что он дал ему новые деньги уже на свадьбу его дочери. Хорошо, что у него были новые деньги. Рассказывают про Баба Салли, что один раз к нему зашел один из кабланин, один из строителей. Кабланин – это те, которые строят. И каждый раз, когда он заходил к Рабу, Раб встречал обычно улыбкой, встречал очень тепло. В один из дней он зашел к Рабу. И тогда Баба Салли Раб стал кричать на него. «Выйди из моего дома, я не хочу тебя видеть, не заходи ко мне». Человек очень испугался, он не понимал, что происходит. И вышел от Баба Салли. Не понимал, что происходит, почему Баба Салли к нему так отнесся в этот раз. На следующий день он ехал к месту своей работы и вез арабских рабочих в своей машине. Вдруг посреди дороги его машина заскользила и упала в пропасть. В итоге, когда он очнулся в этой пропасть, он увидел, что те, кто сидит с ним в машине, они все мертвы. Единственное, он жив, и у него ничего не было, они даже царапины не получили. Такое было с ним чудо. Он пришел к дому Раба, через некоторое время, он приехал к Баба Салли. И он, потому что он понял, что Раб, видимо, знал, что его ждет. Он зашел к Баба Салли и вдруг, к его удивлению, Раб его принял опять, очень весело, очень тепло, калму Бару Габа, благословен тот, кто пришел. Значит, и он обратился к Баба Салли, и я к нему обратился и сказал ему, знаешь, что твои десятины и твоя дзадака, которую ты даешь тем, кто учит Тору, они выступили стеной против всякого зла, которое должно было с тобой произойти. То есть должно было с тобой произойти самое плохое, то есть ты должен был умереть, не дай Бог. И когда ты пришел ко мне вчера, я увидел ангела смерти, который был возле тебя. И поэтому я сказал, что я решил, что за что тебе такое наказание? За то, что несмотря на то, что ты давал дзадаку, ты этим гордился. То есть у тебя была гордыня от того, что давал эту дзадаку. И поэтому я решил, что для того, чтобы снизить твою гордыню, я должен на тебя наорать, я должен тебя унизить, чтобы тебя оставил от ангела смерти. И так оно и произошло. В итоге этот ангел смерти тебя оставил и взял в твоих рабочих. Значит, написано у Бет-Йосефа в законах дзадаки, написано у Бет-Йосефа в законах дзадаки, что человек не должен гордиться дзадакой, который он дает. А если он гордится, не то, что он получает за дзадаку награду, но даже его наказывают с небес за то, что он дал дзадаку. Представляете, какая страшная вещь. Несмотря на то, что человек дал дзадаку, он исполнил митцу, но то, что он гордился тем, что он дал дзадаку, и то, что у него была гордыня тем, что он дал вздоху он попадает вену он так объясняет так объясняет адриша один из комментаторов гимор и что человек который дает за такую гордиться этим он попадает вот я помню прекрасно один момент когда был у меня в тбилиси личный момент значит я в то время был очень молодой а только учил и брит я выучил буквы и знал буквы и понимал немножко и так вот я пришел в синагогу большую синагогу тбилиси продавать свой хамец перед пасхом и там надо было подписаться и когда меня спросил ха хам там нашли праведно уже меня спросил ну подпишись он попросил его решил спросить так нагло на ком языке мне подписаться на еврейском или на русском он не смотрел на меня и сказал ну подпишись на еврейском тут у меня из головы вылетели все буквы еврейские более того не вылетели даже русские буквы итоге подписался по грузински это не совсем не мой родной язык это история о том как человек в результате гордыни он теряет все что он знает даже и точно так же я помню как то я шоу тоже был в подземном переходе тбилиси там какой-то инвалид который перемещался там на такой я не знаю вы видели это когда-нибудь или нет раньше у инвалидов не было инвалидных кресел они перемещались на таких дощечках тех кого не было ног или рук ног не было они перемещались на таких дощечках когда как-то он попросил меня перенести ему дощечка ему помог это уже шел очень довольны с собой значит тем что я помог этому инвалиду думал посмотрели какую-то митсу сделал посмотри какой ты важный теперь этот момент я споткнулся упал и порвал туфлю то есть это тоже было для меня сразу же напоминание о том что нельзя гордиться когда человек делать что-то хорошее когда человек делает митсу и так говорил хоботсхайм он приводил такой машин такую притчу что евреи приходят после 120 лет в един шельмала в верховный суд небесный и там начинают взвешивать на весах его добрые дела напротив его грехов напротив грехов которые он совершил и получается что когда взвешивают это он видит что не показывает ему хороший результат что его оберос что его грехи и перевешивают тогда он хочет посмотреть на этот баланс еврей сам хочет посмотреть на этот счет и он видит что там есть ошибка такая ошибка написано что в такой-то день такой-то человек дал дзаку здесь дал дзаку 2000 шекелей описано в небесном на небесном суде он говорит я дал на самом деле 2000 шекелей 10 тысяч это ошибка я дал не 2000 10 тысяч разве здесь не мир истинный разве это не не то что должно быть говорят ему на небесах так что 2000 ты дал полным сердцем из желания помочь но остальные деньги ты дал чтобы тебя охвалили поэтому тебе это не засчитывается получается что в день суда человека проверяют не только на то какие митвы он делал с каким сердцем он это делал хотел ли он получить за это награду в этом мире как говорил стайплер он говорил так еврей который гордится митсвей и просит за нее награду в этом мире так и просит за нее награду в будущем мире извиняюсь еврей который гордится своей митсвей просит за нее награду в будущем мире ему отвечают что твоя карте сият вы значит она вся проткнута то есть вы призной билет он уже проткнул то есть уже воспользовался наградой за этой лиц в этом нет и поэтому в тебе не полагается в будущем мире за это ничего насколько надо быть осторожным в том чтобы исполнять митсвот как в почете перед перед всевышним так и то чтобы то чтобы не гордиться митсвот который на человек делает мы уже говорил сегодня в начале урока что муж рабы ну получил такое наказание что за то что он говорил всевышнему если ты уничтожишь еврейский народ то сотри меня из с этой меня из твоей книги то его имя нет в этой главе то есть некоторые раба ним говорят что это из того что он ушел в этот в эти дни из этого мира поэтому нет его а имени в этой главе но есть которые говорят что это было наказание мошара вэйну за то что он заступился за еврейский народ и сказал перед богом сотри меня из твоей книги но это на самом деле непонятно что значит что он получил за это наказание почему он должен был получить за это наказание где он заступался не за себя заступался за еврейский народ он говорил нему что им айн если ты не то есть если ты сделаешь то что ты уничтожить еврейский народ и если ты не жалишься на еврейским народом на хэни нами сифреха сотри меня из твоей книги ну что ему надо было дать награду за это а не наказание ведь он заступался за еврейский народ как можно ответить на этот вопрос отказать рапхайм каневский рассказал рапхайм каневский когда он учился решили в польском городе лонзе кто с ним учился вместе такой бахур такой парень которого звали моши соловейчик потом он стал большим раввином в швейцарии цурихи и когда они учились в ешиве то рабе хайм и рабе моши они спали в одной комнате значит сейчас а в каневске объясняет рапхайм каневский объясняет нам эту трудность которая поставлена почему маша рабейна получил наказание за то что он сказался при меня из твоей книги да они получил за эту награду наоборот от бога понятно что дай бог чтобы наши миксы были такие как грехи моши рабейна но все равно почему получил за это наказание вот моши соловейчик был соседом рабе хайм каневского по комнате и если остальные только учились то рабе моши соловейчик он не только учился он ездил по разным городам и он записывал еврейских детей в еврейские школы то есть в религиозные школы значит ему надо было ездить по очень многим местам и он возвращался поздно ночью очень уставший но у него было каждый день он должен был учить до объеме есть такое понятие в еврейском народе учить до объеме то есть это учить каждый день страницу гемары и если человек так учит каждый день страницу гемары то за 7 лет он проходит час на 7 лет он проходит час так в мире евреи это вел имея шапира излюблено он был такой обычай в еврейском народе учить до объеме не все это учат те кто учат по скончании 7 лет они делают съемшас они заканчивают весь бавилонский талмуд я начал до объеме когда он приезжал и он был очень уставший вот один раз он приехал и сел учить до объеме он читал несколько уже был в кровати в постели он видел что он читает строчку и засыпает читает строчку и засыпаем конце концов когда он кончил он положил голову на подушку и значит должен был заснуть но когда он еще не уснул раби хайма спросил так скажи мне ты понял хотя бы одно из слов из того что ты читал сейчас ведь он видел что он читает строчку и засыпает только что-то промотал и сидел и ничего не понял сказал мурави моше я тебе скажу правду но так потом вторая мощь и тот момент он был бахур мощь моешь и я скажу тебе правду я не понял ни слова но если не понял ни слова зачем ты читал это не я читал не за не за то чтобы прочесть да пьем и шелаем я читал не за то чтобы прочесть лист сегодняшний гимар это я читал за завтрашним что если бы я сегодня отменил себе я бы не читал и то завтра у меня бы уже этого не было вообще точно так же даже если ты занимаешься спасением еврейского народа как маша рабейну занимался спасением вырезку народа в этой молитве а тора не отходи не выходи из тора не говори на не говори статри меня из твоей книги истор и даже когда ты идешь спасать всех уже рабей но просил милосердия за еврейский народ но он хотел сотреть его имя истории это не должно быть то есть даже ради того чтобы спасать еврейский народ мошар Designer не тут было разговариватьated мошадорабейв должен был быть привязан ктоай да кто больше чему шамен был привязан ктори кстати Todo а будет чая вот день седьмого адара еще называется ны Fisherman hunters разогрейн зажигать свечу впамять о чем RE menu давай девочку и говорит говорит чтобы эта свеча была в память о мошеб Spreadingol чтобы душа поднималась выше выше когда зажигать день юр царь годовщины свечу то в этот момент принято давать здаку кстати принято давай даже когда человек пьет день юр царь годовщины подходит к кладбищу и собирается читать молитвы по поводу усопшего хорошо если он до этого даже до того как он начнет читать молитву он уже скажет что он дает здаку в память об усопшем это будет ему заслугой собственно отсюда получается удивительная вещи на самом деле ведь ну куда уже выше подниматься в духовных мирах чему широба ну поднялся тем не менее мы говорим и дедушка говорит о том чтобы он поднялся еще выше получается что почти нет границы куда человек может подняться духовных мирах все выше-выше и выше то же время не дай бог обратная что человек может опускаться до если если он не дай бог не оставил в этом мире никого если не дай бог не оставил никого, кто говорит за него кадыш, если он не оставил никого, кто про него учит, за него учит Тору, да, то, не дай Бог, это может быть только для него хуже, не дай Бог. Окей, написано, написано, что и милосердие Бога на всем его сотворенном. В то же время есть человек, про которого Немара говорит, что над ним нельзя сжаливаться. Интересно, что это за человек? Написано, что человек, у которого нет ДА, у которого нет знаний, нельзя на Нем сжаливаться. Что такое ДА? На самом деле все слышали, наверное, слово хаббат. Хаббат — это хохма бин абадат. Хаббат — хохма. Хохма — это когда человек постигает информацию, которую он слышит или видит. Бина — это когда он делает из нее выводы. ДА или дат — это это когда эта информация, которую он постигает, становится частью его, и он поступает в соответствии с тем, что он сейчас получил, соответствии с информацией, которую он получил. Он так живет. То есть когда человек присоединяется к себе, так как объясняла Дерухам из мира, когда человек присоединяет к себе то, что он знает — и это делает с его жизнью. А тот, кто не знает, тот, кто не присоединяет в себя то, что делает с его жизнью, над ним не надо сжаливаться. То есть, если человек учит Тору, но при этом остается абсолютно, на него это не действует, и Тор не является для него чем-то, что его присоединяет к себе, Тор не является для него чем-то, что для него служит компасом по жизни, то на такого человека над ним не надо сжаливаться. Так говорит Гемара. То есть мы должны все время стараться приобретать дат, должны стараться приобретать знания, такие знания, познания, которые присоединяют нас к себе, которые мы присоединяем к себе, извините, которые человеку являются указателем ему, как ему жить, что ему делать в этом мире. Рассказывают про Гемари, про Гоя, про нееврея, которую услышал один раз из окна Бейт-Медраша, получаю ответ, неевреев жалеть не надо, они религиозных, понятно, что надо жалеть и неевреев, и не религиозных. Я говорил о тех людях, которые наоборот, которые делают вид, что они религиозные, и они на самом деле не религиозные. Я говорил о людях, которые на самом деле учат Тору и не делают ее основой своей жизни, которые учат Тору, и она остается для них чем-то внешним. А не, говорю о нерелигиозных людях, которые не учат Тору, понятно, что ними надо жалеваться. Так вот, я услышал, так вот, рассказывается, что один из евреев, он услышал, какой подсчет есть у Коэнгадоли, у него есть шляп, шапка, какой у него есть нагрудник, на котором есть 12 камней, которые соответствуют 12 коленам Израиля. И говорится, что когда у евреев был тогда вопрос, какой-то надо было задать его Коэнгадолю, он мог получить ответ, то есть на этих камнях высвечивались камни, высвечивался ответ, который он получал. Но правда, надо было быть Коэнгадолю, обладать Рога Кодошем, Святым Духом, для того, чтобы этот ответ правильно прочитать. Так написано, что когда хана, мать пророка Шимуэля, молилась в Мешкане, то Элик, который был Коэнгадолем, увидел, что он не понял, она молилась так, что он решил, что она пьяна. У него высветилась на самом деле шикура, то есть буквы, которые говорят о том, что она пьяна. Тогда он его прикал тем, что она пьяна. На самом деле, ему высветилось, он в этот момент потерял Рога Кодошем, должен был прочесть кшера, то есть не шикура, а кшера, что она кошерная женщина. В этот момент он потерял и прочел неправильно шикура. Так вот, у него были такие важные одежды, но так стоит быть евреем для того, чтобы иметь такие одежды, для того, чтобы иметь такую почет, для того, чтобы иметь такую славу. Так почему Тора все-таки выделила отдельную главу на то, чтобы рассказывать об одеждах Коэнгадоли? Коэнгадоли – это был единственный человек, который заходил в Кодош Кодошем, в Святая Святых. И он искуплял за весь еврейский народ. Его заслугу прощались евреям все грехи, которые они грешили. Понятно, что если евреи делали шубу, то при этом. Понятно, что Тора очень говорит, что он заходит в Кодош Кодошем, он заходит в Святой Святых. Он должен быть одет безукоризненно. Не то, что безукоризненно, в смысле. Он должен быть одет очень красиво. Представьте себе, что скоро будет воскрешение мертвых. И придет Машех, и будет воскрешение мертвых. И встанет Ахида Арамбам, и встанет Рабишимон Барохай, и встанут ваши святые отцы Абрам, Ицхак и Яков. И все вместе мы пойдем приносить жертвы в храм. И представьте себе, что мы увидим Коэнгадоли. Это Аарона, который будет Коэнгадоли, на котором будет специально очень красивые одежды. И он будет помазанник. Называется, что царя помазывали на царстве, Коэнгадоли помазывали на царство. Масло будет стекать из его бороды. И вот он поворачивается и к одному из евреев. И говорит ему, ты мне сказал, что твой папа болен долгое время, нехорошо себя чувствует. Я захожу сейчас в Коэнгадоли, святая святы. Ты хочешь, чтобы я вспомнил его, помолился за ним? Помолился о нем? Понятно, что ответит человек. Конечно, что он хочет, чтобы Коэнгадоли помолился о нем. Понятно, что он даст ему имя своего отца. А представьте себе, что наш еврей, которому обращается к Саруна Коэнгадоли, не приготовил записку с именем отца. И он говорит ему, я спасибо, но я не нуждаюсь. Я еще немного пойду в бейтметраши. Я еще немного пойду учить Тору. Бейтметраш. Я вспомню имя моего отца, когда я буду учить Гемарру. Когда я буду учить Гемарру, я вспомню имя моего отца. Так что мы решим, что он ненормальный, этот человек. На самом деле, сказали наши мудрецы так. Я карагими пниним. Что Тора более дорога, чем жемчужина. То есть, знание Торы и мудрость Торы более велико, чем то, что Коэнгадоли заходит в святая святы. На самом деле, наша святая Тора, она более важна, чем даже Коэнгадоли. Она более дает еврейскому народу. Она больше искупает еврейский народ от грехов, чем даже Коэнгадоли. Когда человек учит Тору, он на самом деле может сворачивать горы. Как написано, что если не мой завет с Богом, то дни и ночь я бы не установил. Так говорит нам пророк. Что если не мой завет с еврейским народом, который в Торе, то не установил бы всевышний законы неба и земли. И даже в будущем мире, почему говорить, даже в будущем мире, что важность Торы, она не сойдет, не дай Бог. Она останется такой же, как она будет еще больше, чем сейчас. Поэтому мы говорим, что важность Торы так велика, что даже Коэнгадоли, его одежда отступает перед этой важностью Торы. Это то, о чем я хотел сегодня вам рассказать. Часть того, что я хотел вам сегодня рассказать. На этом я заканчиваю свой урок. Через несколько минут я продолжу. Продолжение следует...